В эфире новости Дагестан, в студии Зухра Алиева. Здравствуйте! Я и мои коллеги расскажем о главных событиях к этому часу. Неутешительная статистика смертности на дорогах. Госавтоинспекция по Дагестану подвела итоги деятельности за 2022 год. Падающий потолок, смрад, открытая проводка. В общем, все включено. В таких условиях живут жильцы двух домов по улице Олега Кашевого. В ситуации разбирались наши корреспонденты. Попали в яблочко. Дагестанские лучники с поражением опорно-двигательного аппарата стали медалистами Кубка России, который прошел в Орле. Детская смертность на дорогах Дагестана растет в арифметической прогрессии. Об этих и других проблемах говорили на пресс-конференции, где госавтоинспекция подводила итоги за 2022 год. Рассказали на встрече с журналистами и об изменениях, которые будут внесены в правила дорожного движения с 1 марта этого года. Подробнее в сюжете по тему от Ханаповой. 21 ребенок погиб, около 200 ранены. Статистика ДТП с участием детей неутешительная. За год отмечен двукратный рост аварий с летальным исходом. Незаконная перевозка детей – еще одна немаловажная проблема. Более 25 тысяч водителей привлечены к ответственности по этому факту. Таким образом, если раньше у нас основная категория погибших детей была дети-пассажиры, то есть безусловная вина взрослых, то сейчас к ним еще добавились и пешеходы. Если я говорю о увеличении показателей аварийности, что, как иногда бывает, подводят итоги моим словам, искажают достоверность изложенного. Мы не сидели сложа руки, налегали на нарушения, как теми силами, которые у нас есть, налегали на нарушения непосредственно угрожающей безопасности дорожного движения. Что касается нарушений правил использования детских удерживающих устройств, в этом году мы выявили более 25,5 тысяч таких нарушений. Это на 110% больше, чем аналогичный период прошлого года. В прошлом году мы выявили 12 тысяч таких нарушений. То есть, с одной стороны, мы делаем акцент на выявление таких нарушений, с другой стороны, такая массовость показывает, что наши водители, родители не делают должных выводов и по-прежнему пренебрегают безопасностью детей и пассажиров. Наиболее частыми случаями ДТП все еще остаются столкновения и наезды на пешеходов. Более 70% всех аварий происходят именно по этим причинам. Я не хочу оправдываться, но хочу напомнить, что в этом году мы получили наплыв туристов, поток, огромный транспортных средств. Вы в этом сами, наверное, лично убедились, когда пытались доехать из Махачкалы до Дербента, видели, в каких условиях приходилось передвигаться. Интенсивность движения автомобильного транспорта в направлении Дербента на отдельных участках достигала максимально 52 тысяч автомобилей в сутки. 52. Это на двухполосном участке федеральной автомобильной дороги, где нормативка для движения комфортного передвижения транспортного средства в стесненных даже условиях, то есть в режиме 90 км в час, не более 14 тысяч автомобилей в сутки. То есть вы понимаете, что это ровно в 3,5 раза больше, чем может вместить федеральная дорожная сеть. Вот в таких условиях нам приходилось работать в этом году. Говорили на встрече о новых изменениях в ПДД, которые вступят в силу с 1 марта текущего года, а в частности коснутся они средств индивидуальной мобильности. К управлению так называемых сегвеев, гироскутеров, моноколес и иных аналогичных средств будут опускаться только лица старше 14 лет. По тротуару пешеходной дорожки передвигаться разрешено только если транспорт не превышает 35 кг. Естественно, появится в кодексе административная ответственность за нарушение правил пользования, средства индивидуальной мобильности. Ну и все это вступит в силу 1 марта. Из второстепенных изменений у нас появляется запрет остановки стоянки на направляющих островках. Дорожные знаки, которые обозначают запрет движения автобусов и обозначают места для зарядки электромобилей. Это по сути изменения в приложениях к правилам дорожного движения. И зоны платной парковки теперь будут обозначаться не белой, а синей линией дорожной разметки. Также госавтоинспекция активно применяет в своей работе электронные платформы. Так создан телеграм-бот без ДТП-05 для обратной связи с неравнодушными гражданами, которые отправляют видеозаписи нарушений. После чего сотрудники ГИБДД устанавливают водителей и привлекают их к ответственности. Также в России запущено и мобильное приложение «Госуслуги авто». Он позволяет предъявлять свидетельство о регистрации транспортного средства с помощью QR-кода и оплачивать штрафы онлайн. По тематам Ханапова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкало. Информацию о том, что ливневки в Махачкале не будут отремонтированы, назвали в мэрии города недостоверной. Накануне в популярных мессенджерах муссировали информацию якобы об отмене запланированных работ по капитальному ремонту ливневых сетей на участке от путепровода между центральной частью Махачкалы и микрорайоном Редукторной по улицам Бейбулатова, Азизова и части проспекта Петра Первого. На самом же деле исполняющий главы города Резван Газимагомедов назначил проверку стоимости работ. Планируется также решить проблему с подтоплениями и на других локациях города, сообщает пресс-служба столичной мэрии. Без вины виноваты. Речь о жильцах двух домов по улице Олега Кашевого в Махачкале. Сказать, что люди живут в неподобающих условиях, значит ничего не сказать. А то, что вы увидите в следующем материале, условиями не назовешь. Кто виноват и что делать, узнавал Карим Гамаев. Уже с улицы нас встречает серая парадная. В подъезде общежития картина и вовсе печальная. Неприятный запах, обшарпанные стены, падающий потолок и свисающие над головой электрические провода. С первого взгляда и не скажешь, что здесь еще и люди живут. В первую очередь уборщица надо здесь, уборка надо. Двери, дверь, 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 это дверь я как ломалась. И вода тоже нету, первыми тоже раньше были. Здесь тоже вода, там тоже вода. Вода тоже нету, как кто-то, не знаю, все воняет. Общая кухня и санузлы просто непригодны для пользования. Ржавые плиты, разбитые окна продолжать список ужасов можно долго. Виновными в этом жильцы считают управляющую компанию. Проводки, внизу туалет, который грязный, который вода не идет, воняет. Не зайти, не выйти, не гости, не пригласить. Здесь очень много есть работы, которые надо сделать. Присутствующий на месте главный инженер управляющей компании сетует, что винить жильцам домов нужно самих себя. По его словам, никакой оплаты за требуемые услуги люди не вносят. Мои одноклассники, которыми я учился в школе, мои знакомые в других городах, они говорят, если не платишь, приходят, до свидания. Здесь тоже действует такая система, есть мировые судьи, и все со счета списывается. Я вам клянусь здесь. Только попробуй, вот я, приди, какую-нибудь функцию здесь отключу, электричество, или что. А вы не должны? Как это не должны, если они не платят? Вот ты сама говоришь, что это самое. Так прокуратура, вы, наверное, боитесь, что прокуратура придет, и вот это вот будет все? Прокуратура придет, и движение какое-то будет, и от них, и от нас. Но вот жители, они обязуются платить, если вот это все приведется в порядок. А мы обязуемся сделать, когда они будут платить. Понимаешь, вот это все? В курсе дела и в администрации Ленинского района столицы. Специалисты отдела ЖКХ выезжали на место, изучали проблему и видят решение в следующем. Отделом ЖКХ администрации Ленинского района неоднократно проводился мониторинг указанных домов на наличие нарушений. И по результатам мониторинга выдавались предписания управляющей компанией 20 для устранения. Однако на сегодняшний день ситуация не изменилась. В связи с чем хочется обратиться к жителям указанных многоквартирных домов в случае, если их не устраивает работа управляющей компанией 20, организовать собрание собственников жилья указанных домов и поменять руководителя управляющей компании, или же выбрать другой способ управления этими домами. Администрация Ленинского района решение данной проблемы видит в следующем. Это оказать содействие включения домов по улице Олега Кашевого, 34 и 36 в краткосрочный план по капитальному ремонту многоквартирных домов на 2023 год. Карим Гамаев, Мурат Бекбарзов. Новости ННТ Махачкала. Место силы и духа. Ленинград. Город, который выжил. 18 января отмечается 80-летие прорыва блокады Ленинграда, ставшего результатом успешной военной операции «Искра». Студенты Дагестанского гуманитарного института в честь этой знаменательной даты решили провести памятную акцию. Они разложили свечи в форме «Ленинград-80», а также зачитали стихи о мужестве и отваге жителей блокадного города. Дагестанского гуманитарного института в Киеве. Дагестанского гуманитарного института постоянно проходят масштабные мероприятия. Приглашаются люди, приглашаются специалисты, которые постоянно просвещают молодежи, читают общевузовские лекции. Студенты участвуют во всех мероприятиях города, которые проводятся в администрации города, среди вузов. И таким образом наши студенты приобщаются. Такого рода мероприятия особенно сегодня очень важны, потому что подрастающие поколения должны знать, что было 80 лет назад. И сегодня такие события протекают, они должны сопоставлять, анализировать, чтобы историческая память не утрачивалась. Это очень важно для современной молодежи. Председатель Народного собрания Дагестана Заур Аскендыров провел встречу с руководителями республиканских СМИ. Им вручили памятные именные часы и благодарственные письма за профессионализм и многолетнее плодотворное сотрудничество. Среди награжденных и директор нашей телекомпании Султан Трамов. Спекер парламента поблагодарил ННТ за информационную поддержку. Дагестанские лучники стали медалистами Кубка России. Соревнования среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата проходили в Орле. Первое место в стрельбе из Олимпийского лука завоевал Магомед Магомедов. Бронзовая награда среди женщин у Барият Мерзалиевой. Третий результат наши спортсмены также показали в мужском командном турнире. Обладателями медалей стали Магомед Магомедов и Ибрагим Магомед Беков. Вселучники – воспитанники столичной спортшколы по адаптивным видам спорта. Тайбоксеры из Хасаверта, Махачкалы и Каспийска отличились на чемпионате и первенстве Дагестана. Соревнования с рекордным числом участников, а их было 655, прошли во дворце спорта имени Али Алиева. На ринг выходили юниоры и взрослые. На кону чемпионские пояса и другие ценные призы. Всего разыгрывали более 60 комплектов наград. Лучшие спортсмены представят республику на чемпионате СКФО. Турнир пройдет с 7 по 13 февраля в Черкесске. Очень приятно удивили многие молодые спортсмены, в основном молодые спортсмены, которые показывают такой сумасшедший арсенал тайского бокса. Бьют не только руками и ногами, но уже обучены бить локтями, коленями. И приятно радует, конечно. Динамика очень сильно растет. В прошлом году, если у нас было на чемпионате первенства Республики Дагестан, было 560 участников, то на сегодняшний день у нас 655 участников. То есть хорошая динамика, хороший рост, новые тренера. Таковы новости к этому часу. Смотрите нас на нашей странице ВКонтакте и на Яндекс.Дзен. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова